Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Павел Багрянцев, и я вас приветствую на нашем третьем уроке бесплатного видеокурса «5 секретов, как быстро научиться выступать публично». В прошлый раз мы с вами разбирали тему голоса, дикции, жестикуляции и зрительного контакта, то есть основные и базовые приемы публичных выступлений. И это нам нужно было для того, чтобы правильно общаться с аудиторией, и чтобы в глазах наших зрителей или собеседника мы, собственно, выглядели достойно, и люди нас с удовольствием слушали. Но в этом уроке, как мы и договаривались, мы с вами будем разговаривать о том, как можно привлечь и удержать внимание зала. И я еще раз напоминаю, что в этом мини-курсе невозможно вам передать весь свой более чем 10-летний опыт. Опыт работы на телевидении, на радио, опыт ведения мероприятий более чем на 50 тысяч человек. Это просто невозможно сделать. Поэтому я делюсь только самыми основными методиками, которые вам помогут в самое ближайшее время улучшить ваше публичное выступление. Итак, мы продолжим. Как я уже сказал, об этом мы уже поговорили. Дикция «Голос-зрительный контакт». И мы сегодня затронем тему жестикуляции и еще нескольких приемов, благодаря которым мы можем привлекать внимание зала. Итак, что влияет вообще на привлечение внимания зала? Ну, первое, как мы уже видели, это жесты. Жесты. Второе, это поза. И третье, это ваша мимика. Вот это основные три пункта. По поводу жестов. Я думаю, вы понимаете, что человек, который стоит как вкопанный и не жестикулирует, а просто вот так вот стоит и смотрит, и что-то рассказывает, это просто говорящая голова. Его никак не воспринимает аудитория. Далее. Человек, который стоит в какой-то очень странной позе, или в закрытой, или скрестив ноги, и как будто он просится, да, в одно место. Естественно, тоже не подходит. Поза должна быть правильная для нахождения на сцене. И, конечно, ваша мимика. Вы, наверное, смотрели различные фильмы, немое кино. Вот вам наглядный пример. Да не говоря ни одного слова, человек буквально с помощью мимики удерживает зрителей у телеэкрана. Собственно, тому же обучают в театральных училищах клоунов, которым не нужны слова. Нужна только мимика, и уже можно зал рассмешить. Поэтому мимика – это тоже очень важный аспект. Без этого в публичных выступлениях тоже никуда. Нет, конечно, многие ораторы умудряются без этого выступать. Естественно, их выступления, они не такими успешными будут, как ваши, если вы все это будете применять. Поэтому с чего же мы начнем? Сейчас я вам хотел бы рассказать, все я вам рассказать не успею, но только несколько базовых приемов. Что нужно вообще делать с руками? Как жестикулировать на сцене? Ну, во-первых, когда вы выходите для выступления или коммуницируете с людьми, не ограничивайте себя. Потому что вся наша жестикуляция – это естественное продолжение наших каких-то эмоций и переживаний. Вот я даже говорю, что-то перечисляю, я вот так вот делаю рукой. Это продолжение моей мысли. Когда мы показываем что-то огромное, что-то большое, это продолжение нашей мысли, потому что мы хотим ее выразить визуально. Поэтому мы начинаем показывать какой-то масштаб. Я поймал большую рыбу или у меня вот такой вот там большой автомобиль, у него такой бампер и так далее. Мы показываем масштаб. Когда нам обидно, когда мы эмоционируем, у нас сразу вот тоже вот все льется, вот мы ругаемся. Это продолжение нашей мысли. Поэтому первое, что нужно сделать, это ни в коем случае нельзя себя сковывать. Нужно дать возможность себе выражаться. И как рукам это удобно делать, пускай так они это и делают. Не нужно даже специально за этим как-то следить. Просто не мешайте этому, не ограничивайте. Второй очень важный пункт, это держать ваши руки всегда выше пояса. Потому что если вы их держите ниже пояса, это немножечко понижает тонус аудитории. Это понижает ее настроение. То есть да, есть такой жест, когда вот так, вот это подавить, подавить, чтобы кто-то замолчал. А когда мы делаем вот так, то есть поднимаем, и когда ваши руки, они выше пояса, это значит, что поднимается настроение, вы поднимаете и вызываете всех на аплодисменты. То есть люди готовы вас слушать. Так вот, позитивный жест руками, это если вы их держите выше пояса. Ну и естественно, вы можете добавить какие-то образы, вы можете ими жестикулировать, вы можете ими показывать, строить картинки, визуальные образы. И даже задействовать весь зал, сцену, стены, потолок, пол для поддержания визуальных образов. Это тоже все можно делать, еще задействуя руки. Но об этом мы поговорим как-нибудь позже, если у нас будет такая возможность. Итак, вот это основные приемы жестикуляции. Пускай руки будут продолжением вашей мысли. Итак, следующее. Ваша поза. Ваша поза должна быть открытой. То есть никаких сложенных рук. Я скажу, что складывать руки на сцене не запрещено. Должен быть правильный контекст. Потому что есть два вида выступления. Первое выступление, где вы являетесь экспертом и где все выступление сфокусировано на вас. В таком случае вы можете себе позволить иногда сложить руки, порассуждать, походить. Это не запрещено. Но если вы как приглашенный гость, у вас ограниченное время, вам нужно выходить и находиться только в открытой позе. Потому что эта публика собралась не только ради вас. У нее есть еще какая-то одна цель. Поэтому, ну, просто чтобы сейчас не запутаться, старайтесь всегда держать открытую позу. Это ноги на ширине плеч. Это, как мы помним, также выпрямились. И, собственно, стараемся удерживать руки выше пояса. Вы можете опускать руки. Вы можете жестикулировать одной рукой. Это очень просто. Но ни в коем случае никаких скрещиваний ног. Старайтесь как меньше, как можно меньше избегать. Ну, то есть, точнее, делать. И вот находиться вот в этой вот позе. И старайтесь вот все время действовать открыто. Ну, и третий пункт – это мимика. Мимика ваша, она также читается. Ну, вот если я вот так вот стою, говорю. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Павел Лагрянцев. Я сегодня вам расскажу. У меня мимики вообще нету. Мне интересно слушать. А когда у вас мимика, жесты, радостная, грустная, когда вы кого-то передразниваете, когда вы на чем-то сосредоточены, то есть, когда ваше лицо меняется, это передает больше информации вашему зрителю. А насколько вы знаете, 80% информации, оно передается именно визуально, потому что зрительный нерв, он в десятки раз толще, чем нерв слуховой. Именно с помощью зрительного контакта передается 80% информации. А ваша поза, ваши жесты, ваша мимика – это все ведет передачи информации. Даже не то, что вы говорите, а важно то, как вы говорите. Я приведу пример, как этот прием я использую на практике. Бывает такое, что я не готов к выступлению по своему содержанию. Но я знаю, как всегда, быть готовым к выступлениям с точки зрения визуальных образов, с точки зрения позы, мимики, жестикуляции и множества-множества приемов, которые можно использовать. И я всегда делаю ставку на это. Я начинаю больше двигаться, жестикулировать. Я делаю специальные образы. И мне даже не нужно показывать слайды. Я стараюсь показать кино людям, просто находясь на сцене и задействовать зал. Во-вторых, я обязательно интерактивлю с аудиторией. Я выхожу в зал. Я расставляю различные точки внимания по залу и людей заставляю обращать на них внимание. И я могу говорить, по сути, какую-то чушь. И это может быть не связано между собой. Но когда человек выходит и умеет правильно включиться в зал, удерживать его внимание и интерактивить, и жестикулировать, вы выглядите настолько уверенно, что люди вам верят. И любое выступление заканчивается аплодисментами. И так случается в том числе и у меня. Я очень люблю срывать аплодисменты. И обязательно учу этому вас. Поэтому вот наглядный пример, как в моей жизни, что я делаю, когда я не готов по содержанию выступления, а мне вдруг нужно выступить. Конечно, я всегда готовлюсь. Такое бывает крайне редко. Но и выступления тоже бывают непредвиденные. Ну, как я уже сказал, я не могу вам рассказать, просто не успею обо всех методиках, которые я мог бы с вами поделиться. Но я думаю, у вас будет еще такая возможность об этом узнать. И сейчас я расскажу домашнее задание, что нужно будет подготовить к следующему уроку, и что вам нужно выложить в комментариях. Ну, во-первых, я вас попрошу найти два-три видео именно наших русских спикеров, которые вам нравятся. Какие-либо люди, которые выступают на аудиторию, и по вашему мнению, они выступают хорошо и красиво, и захватывают аудиторию. Все очень просто. Моделируйте самых лучших. Найдите два-три спикера. Спикера. Воспользуйтесь Ютубом, Вимео, и различные есть сервисы, где Яндекс.Видео и так далее. Вы можете найти где угодно и просто выложите ссылки внизу в комментариях. Два-три спикера. Какие-нибудь их выступления. И обязательно просмотрите эти выступления. Допустим, это может быть там Владимир Довгань, там Олег Тиньков, Ирина Хакамада и так далее. У них у всех своя стилистика, выступления абсолютно разные. И найдите одного зарубежного спикера. Обязательно. Если вы еще не знаете, то посмотрите, кто такой Марк Гангер или Энтони Робинс, допустим. Ну, Стива Джобса, я думаю, вы в любом случае знаете. Вот выложите и обратите внимание на то, как выступают американцы. Америка у нас в большинстве ситуаций впереди планеты всей. Поэтому там есть тоже на кого ориентироваться. Итак, второе. Обязательно начните практиковать. Начните практиковать вашу позу перед каждым выступлением и все время следите за ней. Ну и, конечно, мимика. Старайтесь делать ваши выступления яркими, не только по качеству вашей речи, но и чтобы просто высветились, чтобы у вас была улыбка и вы были счастливы, чтобы вот взглянешь на вас, и сразу понятно, какой успешный человек. Мимика это тоже все передает. А в следующем уроке мы с вами поговорим о том, как побороть страх публичных выступлений, откуда он берется. Я вам дам пару методик, и если у вас до сих пор еще есть волнение, или завтра у вас будет вдруг выступление на 100, или на 200, на 300 человек, вы переживаете, к нему готовитесь, то в следующем уроке как раз таки те методики, которые я вам дам, они непременно вам помогут. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им в социальных сетях, нажмите какую-нибудь кнопочку ВКонтакте, в Фейсбуке, там в Одноклассниках, обязательно поделитесь с друзьями, пускай они тоже улучшат качество своих публичных выступлений, непременно выкладывайте ваше домашнее задание, как я сказал, все выложить невозможно, это задание уже лично вам индивидуально, но вот ссылки на те речи, на тех спикеров обязательно выкладывайте, чтобы мы видели, что вы уже смотрите, вы уже кого-то моделируете и вы следите за какими-то приемами публичных выступлений, которые уже совершают успешные и знаменитые ораторы. Ну а на сегодня это все, с вами был Павел Багрянцев и в рамках нашего бесплатного видеокурса. До встречи в следующем уроке, который будет посвящен страху публичных выступлений. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин